Соответственно, аналитика, понятно, она строится на базе наших сервисов. И вот о тех сервисах, которые рассказывал Игорь, по всем ним, и сервисам функциональным, и сервисам обеспечивающим. Ну, в первую очередь, функциональным обеспечивающим, они являются помощниками. То есть, например, тот же самый индекс пациента, та же самая нормативная справочная информация, они помогают аналитику из различных источников данных связывать воедино. Потому что понятно, что в нашей сфере здравоохранения всегда интересна, в первую очередь, аналитика по пациенту и в разрезе пациента. То есть, если, например, пациент был у нас в сервисе записи и записал на прием к врачу, и если дальше он был в интегрированной электронной медицинской карте, и дальше попадает по нему какое-то делается лабораторное исследование, всегда интересна вот эта сквозная аналитика, именно персонифицированная. И понятно, что в объеме, в массе. Соответственно, что у нас для этого есть? То есть, у нас есть для этого замечательный инструмент, наша аналитическая платформа, у которых есть хранилище сырых данных. То есть, изначально из различных источников они могут быть разные. Это и наши сервисы, это и внешние источники. Ну, например, есть свои онкопатруль-системы в регионе. Соответственно, из этой системы данные могут быть загружены в аналитическую платформу, связаны через пациента, через индекс пациента, с данными, которые происходят в интегрированной электронной медицинской карте ВМК. И мы, соответственно, из разных источников, опять-таки через пациента, понимаем, получаем массив сырых данных. Дальше, соответственно, все это переходит в аналитическую СБД, для быстрой обработки. И после этого уже в нашем инструменте конструирования и визуализации производят срез определенных отчетов. Соответственно, очень хорошие показатели. То есть, на самом деле, вот та бигдата, о которой все говорят, мы ее очень хорошо уже получаем из, например, на Санкт-Петербурге. Понятно, что население большое города, Краснодарский край, население большое региона. И, соответственно, мы уже очень хорошие, большие данные получаем на этих субъектах Российской Федерации. То есть, в Санкт-Петербурге это уже, смотрим, порядка больше пяти терабайтов. В Краснодарском крае это больше полутора терабайт данных. Что это значит? Что мы научились и прошли определенные итерации развития по обработке этих больших данных. То есть, понятно, что когда мы данные обрабатывали там, скажем, в какой-то район Санкт-Петербурга в каком-то году, это был один массив и одни проблемы. Когда мы начали обрабатывать данные уже там всех районов Санкт-Петербурга в 18 раз больше, это другой массив и уже другая проблематика, другие задачи и другие решения. И, соответственно, когда мы уже накапливаем массив данных всего Санкт-Петербурга и постоянный большой поток имеем через себя, через интеграционную платформу, то это, соответственно, уже новый список задач, которые необходимо решать. И мы всегда стараемся идти по пути того, что мы не только даем какой-то готовый инструмент, не только даем готовые срезы, а мы, наоборот, даем еще инструмент для заказчика, которым он может самостоятельно пользоваться. Почему? Потому что есть, например, прекрасный Хабаровский край, который живет совершенно в другом часовом поясе. Соответственно, если с утра по Хабаровскому краю у министра в МИАЦ пришла задача, поступила, то мы еще спим в Санкт-Петербурге, а задачу уже необходимо реализовывать. Поэтому мы, прекрасно понимая это, стараемся выдать региону инструмент, с которым они могут самостоятельно работать, не привлекая нас. И я так условно выделил четыре уровня погружения в платформу аналитическую. Это пользователь, то есть тогда, когда мы даем те аналитические срезы, которые мы выработали в других регионах, и когда региональный МИАЦ просто теми настройками базовыми в аналитическом отчете делает различные выборки. Следующий уровень – это, условно говоря, администратор. То есть когда из нашего датасета, уже подготовленного заранее, МИАЦ может делать свой собственный отчет. Следующий уровень – это уже SQL-администратор, когда МИАЦ разобрался в SQL-запросах, и из тех датасетов уже сам, с использованием конструирования SQL нашего инструмента, делает свои собственный отчеты и плюс еще подключает собственные источники. И, соответственно, четвертый уровень, самое глубокое погружение – это тогда, когда МИАЦ уже умеет делать ETL-процедуры, то есть вычиску данных. Что такое вычистка? Очень мне нравится пример с сервисом записи. Понятно, что технически за одну минуту, например, сервис был недоступен. И получается, что технически может быть, я не знаю, за одну минуту 600 запросов пациента на попытку записаться ко времени, к определенному. Но это же не 600 попыток реальных. Реальная попытка – это одна. Соответственно, ETL-процедуры помогают нам вот этот массив сырых данных превратить в понятную и интересную уже для аналитики и для принятия решений данные. Соответственно, такие вот 600 запросов технических, они вычищаются на уровне ETL-ек и превращаются в одну попытку записи. И, в общем-то, мы строим разную аналитику. То есть можно сказать, что есть аналитика по документам. И, например, по ЕМК мы совершенно замечательно уже строим аналитику по различным онзологиям, по объемам оказанной медицинской помощи. В том числе уже смотрим на обработанные и на качество поступивших данных. То есть понятно, что у нас есть понимание того, как должны быть заполнены те или иные медицинские документы. И смотря уже на те поступающие медицинские документы из различных медицинских организаций, мы можем говорить о том, что в них должно быть, исходя из той справочной информации, которая, например, должна использоваться. И, естественно, для всех важна сейчас аналитика по передаваемым данным на федеральный уровень. Это отдельные федеральные показатели, которые для всех актуальны. Соответственно, аналитика по процессам, это уже получается по нашим процессным сервисам. То есть если предыдущая история аналитика по документам, скорее всего, она построена и строится по подписанным электронным медицинским документам, то здесь мы не видим никаких подписанных электронных медицинских документов, но при этом у нас здесь абсолютно ценная информация, например, по доступности медицинской помощи. Запись на приемку к врачу, нет никаких подписанных электронных медицинских документов, есть только талончики, есть свободные записи в слотах, но при этом очень ценная информация для принятия решений, потому что если мы видим, например, что в одном районе запись перегружена и пациенты не могут уже записаться к врачу, не исполняются государственные гарантии, а при этом в другом районе есть доступные врачи и к ним можно записываться, то на уровне региона, города могут исходя из этой информации приняты быть определенные управленческие решения. Соответственно, это загрузка медицинских организаций, загрузка врачей, это и онлайн-оперативная информация и так далее. И, естественно, интересно потом комбинация информации из различных источников. То есть мы имеем источники данных подписанных электронных медицинских документов, мы имеем источники данных бизнес-процессных. И, соответственно, вот мы протягиваем вот эту связку от того, как пациент записался к врачу, какие потом дальше медицинские документы, то есть какая медицинская помощь была оказана пациенту и, соответственно, вплоть до выставления выставления реестров-счетов. Понятно, что у нас есть базовые аналитики, просто они очень актуальны, поэтому я отдельно сделал слайд по этому поводу, по федеральным KPI. То есть по федеральным показателям, какие должны быть достигнуты. И сейчас понятно, что поскольку федеральное софинансирование, оно доведено под определенные задачи, то максимум внимания происходит от этих KPI и дальше уже через эти общие показатели на регион можно внутрь сделать дрилдаун, погружение и увидеть уже показатели по каждой медицинской организации. И очень ценно, когда в регионе принят приказ об информационном взаимодействии, где закреплено, какие объемы данных требуются для передачи от медицинских организаций передачи. И может быть в этом приказе прописано, какие данные медицинская организация может потреблять. Рейтинги медицинских организаций, они отталкиваются, собственно говоря, от таких приказов. То есть в Петербурге, например, это электронная канц пациента, в Кемерово, знаю, есть приказ свой собственный, который тоже сделан по рейтингу медицинских организаций. в Забайкальском крае есть свой приказ и так далее. И, соответственно, имея такой приказ, дальше уже вырабатываются в регионе определенные требования к медицинским организациям, закрепленные. И дальше уже главные врачи в личном кабинете главного врача могут смотреть по факту, сколько их, то есть прозрачный рейтинг на уровне региональном, и дальше он спускается в медицинскую организацию, и медицинская организация видит долю своего участия в этом региональном рейтинге. То есть сколько свободных, например, талонов и доступности по записи электронной, сколько передано электронных медицинских документов, сколько передано лабораторных документов и так далее. То есть врач уже главный прекрасно понимает и видит степень своего участия в региональном рейтинге. Что, честно говоря, очень хочется сделать дальше с нашим сервисом. Понятно, что с каждым этапом, преодолевая новый массив вот этих больших данных, мы сталкиваемся с новыми задачами. Понятно, что мы дальше точно так же работаем над гарантированной производительностью и отказоустойчивостью. Но еще очень интересная задача, вот меня вот сейчас с разными министерствами по-разному сталкиваюсь и на федеральном уровне, и вот часто слышу вопрос такой, ну вы же в здравоохранении, вы наверняка же работаете уже с прогнозированием. Я такой, да? Интересно. В общем, они уверены, что мы с этим работаем. Вот, поэтому не хочется коллег расстраивать, на самом деле хочется с этим уже начать работать, потому что данные уже собраны, данные уже большие, на самом деле задел очень хороший есть на то, чтобы работать и с прогнозированием, статистическим моделированием и так далее. То есть от нас другие отрасли этого ждут, поэтому надо подходить к этой задаче. И естественно картография, да, то есть и геоаналитика, то есть на высоком уровне уже спрашивается, на высоком уровне уже есть ожидание, что и в регионах есть эта картография и геоаналитика, поэтому на самом деле к этой задаче тоже хочется прийти. И я думаю, с учетом накопленных данных, она должна быть у нас очень красиво реализована. Спасибо большое. Спасибо, Андрей. Расскажи, пожалуйста, можно тебе сам вопрос задам? Конечно. А то никто не задает почему-то вопросы. А есть вопросы? Во, смотри, есть. Пожалуйста. Меня слышно? Да. Отлично. Светлана Фокина, 40-я больница. Вопрос интересует, как сейчас происходит контроль качества данных, который получается, и вообще какие работы планируются в этом направлении? Именно по контролю качества данных. Потому что сейчас объясню, на уровне регионов, допустим, в Санкт-Петербурге объясняют, что эта задача относится больше к учреждению, но не столько, как к принимающей стороне. Хотелось бы узнать, какие работы вы планируете с вашей стороны. Спасибо, Светлана, за вопрос. У нас есть, скажем так, базовые контроли на уровне интеграционной платформы. То есть это форматологические контроли приема данных. Настолько, насколько они осмыслены в регионах. Это одни, соответственно, контроли. И второе, это настолько, насколько они осмыслены сейчас на федеральном уровне. То есть это и про использование справочников, и про обязательность заполнения полей. То есть получается, условно говоря, можно выделить таких два формата. То есть один это федеральный формат, и дальше уже региональное доосмысление федерального формата. И у нас очень интересные задачи, например, и по Санкт-Петербургу были. Используя вот в том числе в качестве удобного источника данных аналитическую платформу, внешне, соответственно, подключался контролинг. И он проходил уже более с точки зрения логик медицинских и смотрел, насколько данные уже внутри электронных медицинских документов заполнены. То есть, в общем-то, можно сказать, там, четыре уровня. То есть есть региональный, есть федеральный, и есть еще заполняемости. Но тут, мне кажется, коллеги, сейчас такой есть хайп продолжается по поводу искусственного интеллекта. И мне вот, я очень все время говорю о том, что, да, он хорош, наверное, вот эта вся предиктивность там и так далее. Но вот использование во благо, вот с точки зрения контроля информации, поступающей, мне кажется, что, может быть, такое применение искусственного интеллекта, оно было бы сейчас наиболее актуально и ценно. Коллеги, еще вопросик есть. Добрый день. Гематологический научный центр Куликова Сергея Михайловича. У меня, знаете, какой у меня вопрос? У вас есть прецеденты трансфера данных во внешние системы? Ну, скажем, там, федеральный институт какой-нибудь, скажем, Алмазов, да, хочет получить у вас какой-то массив данных, структурированный там и так далее. И вы вот с ними обмениваетесь для работы во внешних аналитических системах, для решения научных задач. Значит, это вот первый вопрос, вот просто выгрузка данных по запросу, по договору. И второй, так как ваша система очень уникальна в том, что она собирает жизненные треки, так сказать, из разных источников, а, ну, скажем, для онкологических задач очень важен, очень важен как раз, так сказать, жизненный длинный цикл, вот, ну, скажем, отслеживание жизненного статуса и так далее. Есть ли возможность или есть ли прецеденты, процедуры для этого, когда, ну, скажем, опять же, федеральный центр формирует какие-то списки наблюдаемых когорт и обращается к вам, а вы, так сказать, выгружаете вот эти вот треки или хотя бы там на уровне вот трека жизненного статуса? Спасибо. Да, спасибо. Ну, по федеральным центрам сейчас, не знаю, все просто или все сложно, то есть есть вот этот проект с вертикально интегрированными медицинскими информационными системами, он есть, да. Соответственно, и это, то есть вот тот же самый Алмазово как раз-таки является принимающей стороной по сердечно-сосудистым данным. То же самое Блохина по онкологии и Кулакова, да, у нас по Акинео, то есть акушерство и гинекология. И это вполне себе определенные структуры, вполне себе определенные, прямо даже с названием, бета-семды, которые принимаются от всех регионов вообще Российской Федерации. В этом, в общем-то, проекты и есть. И я думаю, сейчас основной упор идет там. Вот, то есть каких-то специальных запросов, то есть по той же самой вот от нас, как понимая, что у нас в регионах там, где мы работаем, есть вот инструментария, аналитика. Понятно, что, ну, те же самые фармацевты, им всегда интересны эти данные, то есть понятно, что это идут обращения там и так далее. Ну, это обращения в первую очередь, они идут в оператора государственной информационной системы. Поэтому, когда оператор государственной информационной системы каким-то образом решает, что то можно, что то нельзя предоставить, да, ну, вот это таким путем и идет. То есть это все-таки идет через операторов информационной системы. Да, там с использованием инструментария, то есть у нас разные, получается, инструментарии. Есть аналитическая платформа, где можно уже данные переработанные, вычищенные предоставить. И можно, например, данные по-другому получать, можно получать их напрямую из интеграционной платформы через интеграционные профили. И это, соответственно, будут все равно разные массивы и разные первичные данные. Таким образом, ответил на вопрос. Андрей Борисович, ну, ты немножко не об этом, наверное, все-таки вопрос. На самом деле, да, немножко пространная очень ответственность, на самом деле. Я бы ответил тоже за вас, потому что у нас был некоторый опыт. Геннадий Михайлович Орлов, это... Да, я представляю, и мы у них все. Значит, мы анализировали данные вот по Петербургу из разных медорганизаций. И вот это было как раз к вашему вопросу. У нас была основная задача, ну, все-таки, можно ли данные Петербурга каким-то образом анализировать искусственный телек, как-то туда накручивать. Значит, мы получили такие настолько разнообразную, настолько большой разброс качества данных в разных медорганизациях, что вывод такой – нельзя. И надо, на самом деле, брать отдельно взятую медорганизацию, разбираться с ней с данными, анализировать их, выстраивать какие-то модели, отсюда можно что-то делать. И на сегодня, коллеги, ну, вот мы сейчас обсуждаем в центре компетенции эти вопросы, управление на основе данных, качество данных в медицинских информационных системах. Надо этим заниматься. Надо заниматься не региональным уровнем, да, а выстраиванием нижнего уровня, каким образом в медицинских системах это должно быть учтено. Есть хорошие системы, которые много чего учитывают. Вот в Алмазском центре КУМЭ стоит, да. Ну вот, поэтому ответ такой. Сейчас эти алгоритмы, да, работают только на конкретных медорганизациях. Когда мы собираем по региону данные все вместе, все настолько разнообразно, что это нельзя никак использовать. Но для каких-то частных задач, да, для анализа, для управленческих вопросов, конечно, то, что мы в Петербурге делали, конечно, оно анализируется, конечно, вот рейтинги, о которых сейчас говорилось, строятся. И, конечно, можно как-то управлять и двигать куда-то медорганизации вперед. Да вопрос-то, опять же, не об этом был. Вопрос был о другом, о том, что коллега говорит, вот федералы запрашивают каждый раз одно и то же со всех регионов. Ваша аналитическая система способна ли, обладая каким-то одинаковым шаблоном, отдать эту информацию быстро и оперативно от каждого региона федералам? И чтобы федералы вам спускали задачу одну, а вы быстренько для всех решали. Об этом же был вопрос. Институты большие делают свои научные программы, у них есть отработанные клинические трайлы, хорошие регистры и так далее. И проблема там не в качестве данных уже собранных, по которой делается глубокая статистическая аналитика, модели и прочее, прочее. А проблема в том, что когда пациент уходит в никуда, он теряется из наблюдения научного центра. Ему сделали трансплантацию, он ушел, и никто не знает вообще, жив ли он или нет. Ну, глобального массива на текущий момент все равно, кроме как на федеральном уровне, нет. Вот такие интегрированные системы чрезвычайно полезны, потому что по ним можно, еще раз сказать, хотя бы отследить, так сказать, дату, где он вообще в последний раз появлялся, просто там, жив он или не жив. Тут вопрос о качестве даже данных не стоит, просто сам факт, что он есть. И в этом большая проблема.